Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Бизнес и банки» в студии ведущие Василий Богданов и Екатерина Волкова. Здравствуйте, дорогие друзья! А в программе у нас сегодня замечательный гость Роман Маришкин, директор по развитию зарплатных проектов «Альфа-банка». Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, Василий! Здравствуйте, Екатерина! Все правильно, должность назвали абсолютно правильно. Поговорим сегодня про то, что же это такое зарплатный проект, как он устроен внутри, как он устроен снаружи, как он помогает или мешает другим бизнесам банка. И что такое зарплатный проект внутри банка самого. Да, да. Но сначала несколько слов про сам «Альфа-банк». То есть бренд, конечно, наверное, знают все наши телезрители, но тем не менее, какую-то общую там информацию. Ну, раз мы говорим сегодня о зарплатных проектах, наверное, информацию скажу с акцентом именно на это направление бизнеса. «Альфа-банк» сегодня является крупнейшим из частных банков по размеру, по капиталу, по активам и по клиентам, надеюсь, тоже. У нас порядка 10 миллионов общего количества клиентов, физических лиц. Из которых зарплатных? Из которых зарплатных больше миллиона. Больше миллиона. Так, понятно. Ну, собственно, как я себе представляю, зарплатный клиент – это самый лакомый кусок для банка. Потому что человек, который находится на зарплатном проекте, ну, то есть фирма заключает с банком договор и всем своим сотрудникам перечисляет деньги на карточку. Да? Это же он, зарплатный проект? Да, абсолютно точно. Это он, зарплатный клиент. Он действительно является любимым клиентом для всех банков. Почему любимый? Потому что клиент, который приходит в банк и выбирает его самостоятельно, там есть такой этап, когда нужно положить деньги на счет. То есть, прежде чем пользоваться счетом, нужно эти деньги положить. Зарплатный клиент, этот этап проходит очень быстро, то есть за него деньги на счет кладет организация. Причем делает это регулярно. Да, два раза в месяц по закону. Поэтому за два раза в месяц у нас такие горячие периоды деятельности, когда клиенты, наши любимые, присылают зарплатные реестры, звонят, подтверждают, прошли деньги, не прошли деньги. Вот, это первый момент, да, почему? И второй момент, чем интересен зарплатный клиент, это тем, что банк точно знает уровень его дохода. Соответственно, он может сделать хорошее предложение кредитное и по размеру, и по сумме, и по ставке. Пользуетесь этим? Пользуемся, конечно, клиентам нравится. Делаем не только, ну, делаем в том числе предодобренные предложения. То есть, когда мы видим, что клиент какое-то время уже получает зарплату у нас, мы формируем ему предодобренное предложение, которое он может увидеть в интернет-банке. Ну, и воспользоваться, если ему понравилось то или иное. Ну, мы сейчас поговорим про это чуть подробнее, только я хочу уточнить. А вот вы по должности директор по развитию зарплатных проектов. Это имеется в виду что? Вы директор там больше по технической части, по инфраструктурной, или как раз-таки по привлечению клиентов, я не знаю, расширению услуг там для вот этих зарплатных клиентов? Спасибо, хороший вопрос. Две функции. Первая, конечно, это продукт-процесс. То есть, все, что связано с наполнением, с услугами, именно зарплатные карточки, это моя компетенция. И плотные взаимодействия с дистрибуцией. То есть, напрямую продажами я не занимаюсь. Но у нас плотные взаимодействия в части того, что хотят клиенты, что им нравится, что не нравится. А под клиентами вы кого имеете в виду? То есть, здесь же у вас два, получается, клиента. Один клиент – это юридическое лицо, которое какие-то ваши сотрудники должны привлечь на расчетное кассовое обслуживание и уговорить его зарплату перечислять на карточки именно Альфа-банка. То есть, это B2B. Да, B2B история. Вторая история. После того, как он привлекся, стал перечислять, у вас появляются B2C, вот те самые любимые розничные клиенты, про которых банку известно, что они надежно получают свою зарплату. И не только это, банку известно все. И получают, и тратят, и образ жизни, и вообще все. Вот вы, ваши клиенты, кто? Юридические лица, физические лица? Василий готовился, это заметно. Действительно, решение о зарплатном проекте на сегодняшний момент принимают руководители компании. Мы видим, что это три категории руководителей. Это либо генеральные директора и владельцы бизнесов, бизнеса самого, либо это, ну, зависит от размера компании, либо это финансовый директор и финансовая служба, включая бухгалтер. Иногда еще может быть HR, да? Да, и последняя категория, это как раз HR. В зависимости от того, как в компании построены эти процессы, мы взаимодействуем с теми и другими людьми. И, соответственно, сам процесс рассказа или предложения нашей услуги мы начинаем с этими людьми. Но это не вы занимаетесь, это какие-то менеджеры по продаже. Да, это занимаются менеджеры по продаже, консультанты. То есть, вы уже принимаете готового? Ну, я не принимаю готового. Моя задача, чтобы закончить эту тему, в чем она состоит, что я создаю сам продукт и наполнение, то есть, услуги, что конкретно хочет клиент. И с точки зрения взаимодействия юрлица с банком, и уже вот второй аспект, о котором Василий сказал, это, собственно, сотрудники компании. И в том числе о сотрудниках компании, то есть, как они становятся зарплатными клиентами, какой получают они велкомпэк, какая карточка у них, как они в дальнейшем. А вот хорошо, что об этом заговорили. Давайте чуть поподробнее остановимся. Что при этом является, ну, как бы важным фактором для юридического лица, вот для тех самых, либо генерального, либо финансового, либо HR-директора. Вот вы им говорите, или там ваш менеджер, мы, давайте так, вы дадите нам ведомость, там, или что, дадите поручение, и мы по вашей ведомости всем сотрудникам разложим по карточкам. Они говорят, нет, брат, этого мало, это сегодня любой сделает, а ты вот еще там ему сделай такой-то там, не знаю. Это портфолио такое какое-то определенное. Да, сделай ему там какой-то кредитный лимит, там, беспроцентный, там, на 180 дней. Карточку дай золотую. Да, карточку золотую, но чтобы он за нее не платил, и там что-нибудь еще. Вот что здесь? Да, это правда. Ну, каждый свой взгляд на это. А еще страховку. Да. Международная. И для путешественников, да. Да, и бесплатные мили, чтобы начисляли. Все, 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 все. Да, у компаний разный взгляд на эту историю. В большинстве случаев действительно это выглядит в сегодняшний момент именно так, что компания говорит, что вы можете дать для компании, что вы можете дать для сотрудников. Вот. И наше предложение, действительно, мы разбиваем на две части. Первое, что мы говорим, что мы даем компании, и говорим, что мы даем сотрудникам. Компания интересует это взаимодействие с банком, насколько оно удобно. Ну, чтобы быстро было. Я сегодня отправил, а деньги мы все сотрудники получили уже сегодня же вечером. Да, быстро, удобно, качественно, без ошибок. Сам процесс, компания интересует сам процесс открытия зарплатного проекта, насколько быстро и комфортно он происходит, что делает банк, что делает компания. Вот. И интересует дальнейший процесс взаимодействия с банком, не только по выплате заработной платы, но в любой компании есть кучка персонала. Да, кто-то увольняется, тот приходит. Собственно, как этот процесс сделать для компании удобно. Вот основные моменты, на которые обращают внимание. Вот. Это технические вещи, да, то есть сервис, качество, скорость. И вторая составляющая, как я уже сказал, это что даем сотрудникам. Привилегии. Привилегии, да. И у компании здесь разные взгляды. Кто-то говорит, чем больше не обращать внимания на нас, все мы даем сотрудникам. Кто-то говорит, ну вот мне важно, чтобы компании было хорошо и сотрудникам было хорошо. Кто-то говорит, там не важно, вот я принял решение, мне важны процессы, как бы сотрудникам что дадите, что дадите. Превалируют, конечно, первые категории, которые говорят, что да, конечно, мы сейчас... И рынок так сформирован, что, конечно, в первую очередь спрашивают, что вы нам, как нашим сотрудникам, дадите. Получается, что мы общаемся с одними людьми и рассказываем, что пользователи становятся другими. И тут такой момент возникает, что очень сложно сформировать какую-то лояльность на входе. То есть вынуждены принять решение. То есть кто-то принял решение за себя, вы теперь там. И кому-то это может быть неудобно, потому что кто-то пришел на работу, обслуживался в другом банке и начинается сравнение. Это правда. Начинается сравнение. Есть такой негативный момент. И тут важно, собственно, на этом самом этапе входа, на этапе, когда человек привыкает к новому банку, если он менял банк и у него не было до этого, конечно, чтобы клиент получил и осознал, что действительно ему здесь удобнее, ему здесь интереснее. Такой вот важный момент. Что компании просят, что банки предоставляют? Просит, действительно, это карты повышенной категории. Ну, разбивается топ-менеджер. Есть там стандарт. Да, топ-менеджер, есть там стандарт. Значит, топ-менеджерам интересует, конечно, персональное обслуживание, интересует карта повышенной категории. Мы, безусловно, это даем. Интересует для самой компании, интересует установка банкомата в офисе компании. Ну, подождите, про карты повышенной категории. Ну, правильно я понимаю, что они даются не на общих условиях или все-таки на общих? Потому что, если я, человек, захожу на сайт, я вижу, там золотая виза, 3 тысячи рублей или 3,5 тысячи рублей в год я должен платить. А на этих же условиях предоставляется? Или говорите, нет, а тут вот у нас тысяча рублей. Сейчас прям все секреты разберутся. Да, значит, не просто карту, но и карту обычно мы даем бесплатно. Вот карта именно категории золотой или платиной в зависимости от размера компании и фото. Есть такая возможность. И сами сотрудники тоже получают зарплатную карту у нас. Они получают эту зарплатную бесплатно, с бесплатным годовым обслуживанием. То есть мы не берем деньги за открытие счета, за обслуживание карты. И причем, что сотрудник может выпустить еще три дополнительные карты к своему счету от членов семьи. Они будут именные, там, например, фамилия будет жены или там ребенка. Этим активно пользуются, действительно, потому что учатся дети, учатся не всегда. То есть родители могут работать в одном городе, учатся дети в другом. Соответственно, счет один, но пользоваться счетом могут три человека. Причем это все можно управлять, устанавливать лимиты. Это первое. Второе, это, наверное, я уже говорил, кредитные предложения. Но это вы уже потом делаете по собственной инициативе. Да, по собственной инициативе. Интересные вещи, которые связаны с переводом денег, с оплатой коммунальных услуг и так далее. Вот здесь у вас, что у вас с пакетом? Вы как договариваетесь? Да, как договариваемся. Смотрите, в какой момент, сейчас я по-другому еще тоже добавлю сюда, в какой момент вы закончили переговоры с юридическим лицом, а в какой момент уже начинаете с физическим? Потому что это юридическое лицо говорит, ребята, всем нашим клиентам, пожалуйста, подключите модуль оплаты, не знаю, ЖКХ или что-то еще. Или они уже сами будут это выбирать? Вот где здесь заканчивается история отношений с тем, кто дает задание в начале, там, HR или генеральный директор или финансовый, и когда уже вы начинаете индивидуально взаимодействовать с вашим новым, теперь уже клиентом, физическим лицом? Заканчивается отношение после того, как мы выпустили счет, раздали карту, сделали первое зачисление. Никаких таких уж особых условий, там, каких-то ничего нет. Да, вот договорились изначально, там, карта будет, например, бесплатна или там по такой-то цене или что-то еще? Все. Карта будет бесплатна, мы все условия показываем, в чем они состоят, какие бесплатности, что конкретно, какими услугами могут пользоваться зарплатные клиенты именно в рамках зарплатного проекта. Вот, у нас отдельные карты с отдельным дизайном существуют именно для зарплатных клиентов. А, компании могут свой логотип там изготовить? Да, есть две категории. Первая, мы просто саму карту выделяем, она выглядит отдельно, отличается дизайном, чем карты клиентов на других пакетах услуг. Вам так удобнее, да, или отлично это сделано? Это мы сделали для того, чтобы сделать удобнее и приятнее клиентов. То есть, такой интересный дизайн в таком формате, очень красивом, мы его делали специально отдельно для зарплатных клиентов. И второе, абсолютно правильно, мы даем возможность компании, в том числе, выбрать собственный дизайн карты. В собственном фирменном стиле, да. Это было бы очень логично, конечно. Для тех компаний, которые занимаются внутренней корпоративной культурой, историей, действительно, это очень востребованная услуга. Мы делаем дело. А это, откройте по секрету, Билайновские карточки, они там такие черно-желтые, там, да, сотрудники? Они желтые захваты, правильно. Так, не могу рассказать эту тайну, пусть она оставится тайной. Ну, вы же в одной, как бы, этой команде-то или что? Нет? С Билайном. Мы не в одной команде. И эту тайну тоже. Нет, 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 я, знаете, вот, я тут больших секретов не открою. Действительно, Билайн, акционеры у нас одни и те же, но никогда... Это отнюдь не означает, что они обязаны обслуживаться в конкретном банке. Абсолютно точно. Это, на самом деле, правильный подход. Давайте мы сейчас здесь остановимся и поговорим более подробно, как уже дальше строятся отношения с физическим лицом после небольшого перерыва. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Бизнес и банки». В студии ведущие Василий Богданов и Екатерина Волкова. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. А в студии у нас сегодня в гостях Роман Маришкин. Роман – директор по развитию зарплатных проектов Альфа-банка. Здравствуйте еще раз, Роман. Здравствуйте. Продолжаем разговор. В первой части больше говорили о юридическом лице, который приходит в банк, чтобы своим сотрудникам выдавать зарплату. Значит, переходим ко второй части. Ты хотела спросить... Я хотела еще про юридическое лицо, если можно уточнить. Такая услуга, как аутсорсинг расчета заработной платы, она, как правило, достаточно востребована большими компаниями. Вы оказываете ее в рамках такого пакета или нет? Как у вас это построено? Мы не оказываем такой услуги. Я пока таких примеров не знаю, но на самом деле мы этот вопрос изучали, смотрели. Но тут вопрос связан такой, значит, вроде бы банк-организация, не все готовы свою внутреннюю часть передавать именно банку. Но, смотрите, идеи в этом есть хорошие. Тот же самый Сбер, он в последнее время активно пытается насытить свою базовую услугу, это расчетно-кассовое обслуживание малого бизнеса, пытается насытить дополнительными услугами, например, юридическое сопровождение, открытие-закрытие фирмы, бухгалтерское сопровождение, еще что-то такое. При этом понятно, что он не сам этим занимается, он пытается присоединить каких-то партнеров. Как это получается сейчас? Отдельный разговор, но движение такое есть, и мне кажется, оно в правильном направлении. Это такой дискуссионный вопрос, на самом деле. Потому что мы проводим периодические опросы, спрашиваем, что клиенту требуется, что не требуется. Предлагали какие-то в виде пилотов. Отклик не видим. Мы туда двигаться, наверное, готовы, но в любом случае, там надо смотреть уже конструкцию. Понятно, что как банк мы, наверное, не можем напрямую оказывать эти услуги. Мы можем искать только партнеров. Пока партнеры больше характера, бухгалтерские программы, если мы говорим про малый бизнес, вот такое партнерство, оно более очевидно, когда мы какие-то интеграции с бухгалтерскими программами делаем, чтобы упростить выгрузку, или партнеров этих предлагаем. Есть какой-то клуб клиентов, например, в Альфа-банке, где есть партнеры, которые могут быть не сериалами, дают скидки. Вот такая история точно есть. Но аутсорс пока... Есть ответы? Есть, ответы есть, да? Переходим к физическим лицам. Переходим к физическим лицам. Итак, значит, некая компания заключила с вами договор, и теперь там тысячи своих сотрудников перечисляет заработную плату на карточку Альфа-банка. И после этого у вас появляется история этого человека. Ему каждый месяц или два раза в месяц поступают деньги. Вы видите, как он их тратит. И здесь, конечно, огромное поле для следующей деятельности. Выдать ему кредит, предложить какие-то еще продукты. Если они есть, кроме кредита, что там у банка, депозиты, там еще что-то. Вот что начинается с этого? Финансовый консалтинг очень популярен стал в последнее время. Начинается все для основных компаний, начинается все с получения карточки в таком замечательном, красивом welcome пэке. То есть пакете, в котором не просто лежит карточка, а еще небольшая инструкция по набору тех продуктов и услуг, которые он вместе с этой карточкой получил. Мы постарались сделать этот пакет очень, так сказать, дружелюбным, веселым, разноцветным в виде человечка, в котором на каждой руке есть какой-то блок услуг. То есть блоки услуг разделены. Это кредитные счета, кредитные продукты, текущие счета, удаленные каналы. То есть визуализацию сделали максимально такой простой и понятной. Зачем мы это делали? Ну, к сожалению, там... То есть если человеку не объяснить, первое, что он делает, получив деньги на карточку, идет и снимает их с банкомата. А ваша задача, чтобы он их не снимал, чтобы он там оставил, и чтобы они под 0% годовых лежали, создавали для банка большой объем денег. Очень циничный взгляд на это. Ну а что, такова жизнь. Да, такова жизнь. Мы, наверное, говорим и об этом тоже. Но мы говорим... Нет, но зато, чтобы он так делал, вы должны дать ему удобство, вы должны дать ему сервис. Да, мы говорим следующее. Почему я там акцент делал на WelcomePake? Многие люди действительно боятся, боятся именно потому, что не понимают, как это работает. То есть, ну, этот страх с любым, с любым чем человек сталкивается, если он это не понимает, он неосознанно этого боится. Вот, поэтому задача первая и WelcomePake и карточки, показать, что все достаточно просто, легко и не надо этого бояться. Мы делали специальные ролики, если можно там в Ютубе их поискать, зарплатная карта, в котором вот в виде рисованных именно мультиков, в очень дружелюбной форме, хотели объяснить некие ключевые вещи. Что есть удаленные каналы, что не надо бояться потерять карточку, всегда можно получить моментальную карту и так далее. Потому что конечная цель, конечно, состоит в том, что действительно финансовый мир меняется сейчас, меняется очень быстро. И сейчас нет никакой проблемы использовать карту как средство оплаты в любой точке, не только там. Понятно, понятно. Да, и, собственно... Роман, общие места как бы, а вот смотрите, действительно, в крупных городах уже люди более-менее в последние годы научились пользоваться безналичными платежами. И по банк-клиенту, и, собственно, в магазинах или где-то там в сервисных местах. А в малых городах пока еще это только идет. По вашей оценке на сегодняшний день, какой процент денег все-таки остается в безналичном обороте, а какой процент по-прежнему снимается под подушку или наличные платежи? И что мешает увеличению доли безналичных платежей? — Тут есть, можно, две оценки. Есть какая-то оценка, которую мы, например, получаем от платежной системы, которая делится информацией. По их информации в прошлом году у нас произошел такой крест. Крест между... Есть демографический крест, а есть крест, который состоит в том, что люди стали по картам тратить больше, чем снимать в банкоматах. Это важный перелом. Это важный перелом. Люди наконец-то поняли, осознали, действительно нравится, интересно и так далее. — Смотрите, а что вы как банк что-нибудь делаете для того, чтобы... Вы уже сказали, что дружелюбное какое-то описание, а какие-то стимулы более вещественного свойства, какие-то бонусы, баллы, мили, что-то еще, чтобы все-таки человека стимулировать... — Оплата ЖКХ без процентов. — Да, вот что? — Так, давайте сначала про бонусы, а потом ЖКХ любили вопрос. Что по бонусам? В прошлом году мы провели 8 акций специально для зарплатных клиентов. Акции разного характера, акции, о которых мы говорили копии, мы говорили получить 13-ю зарплату, у нас выигрывали сотрудники компании, призы денежные, призы вещественные, мы проводили акции и с платежными системами, и самостоятельно. — Ничего не работает? — Все работает. Все работает. Все акции мы закончили с хорошим результатом, с хорошим откликом от клиентов. И в прошлый год мы получали опыт. И мы посмотрели, какие-то акции пользовались большим спросом, какие-то меньшим. В этом году мы опять продолжаем эти акции. На сегодняшний момент у нас идет акция 13-я зарплата. — Это что значит? То есть ты тратишь безналом, 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 и тебе... — И тебе зарплату возвращают. Есть какой-то потолок, но тебе фактически зарплату на счет возвращают. — Круто. — Чего-то я не слышал про такие. Это правда. — Ну, это, наверное... — Выглядит круто, да. — Мы, конечно, хотим, чтобы эту историю рассказывали они больше, но вот я могу такой случай... — Сейчас, подождите. По сути, это что-то около 10 или чуть больше процентов в год, или чуть меньше. Ну, то есть около 10% годовых. То есть если тебе после 12 месяцев еще такое уже, то это 10% бонус. — Там акция идет месяц. То есть месяц, месяц трать, и после месяца, после подведения итогов, мы тебе возвращаем одну зарплату. — Да. Ну, если ты потратил зарплату, тебе верно зарплату. — Да, но так как акция проходит, мы делаем ее раз в год, то, наверное, для тех, кто участвовал в акции, действительно, это выглядит как 13-я зарплата. — Так. — Вот. Теперь про случай. У нас выиграл один по другой акции, не по 13-й зарплате. Выиграл один человек, который тоже работает в медиа. И когда мы ему пытались сообщить о том, что он победил, он, значит, бросал трубки и не верил. Сказал, что никогда это может быть. — В лотерее выиграть невозможно. — Жизнь моя такая, — Я звоню в полицию. — Да, я звоню в полицию. И нам пришлось выходить на него уже через бухгалтерию, то есть с кем мы работаем, и просить сказать, что действительно, это звоним мы. Это не какой-то мошенники, что вы там выиграли, придите, заберите. Человек очень, так сказать, был удивлен. Я думаю, что он был и рад в том числе. — Ну, конечно. — То есть любые деньги, которые человек получает, наверное, это здорово. — Ну, правда, я сколько в советское время еще даже покупал эти билеты в спортлото, больше не выигрывал. — Азарт. — Да, да. Вопросы ЖКХ и оплаты вообще. Что, как, ты получил деньги на счет, конечно, там есть наличные платежи, нужно понять, как ты там оплачиваешь посредневные услуги. — Ну да, и у тебя плюс есть какая-то история, как ты привык это делать, да, если есть там какие-то другие банки, посредством которых ты делал это раньше, то, соответственно, есть какая-то схема. — Ну, интерфейсы сложившиеся, да, привычные. — Единственное, что я хотел отметить, что вот услуги по оплате, они не… мы не делаем их специально для зарплатных клиентов. Это общая история для банка, мы делаем это для всех клиентов. У нас есть замечательный интернет-банк, у нас подход такой, что мы услуги по оплате не засовываем в банкоматы, все-таки банкомат у нас для других операций рассчитан, то есть основные услуги по оплате мы в интернет-банке. То есть в интернете банки есть разбитые по категориям платежи, есть телефон, есть интернет, есть ЖКХ, есть энергетика, есть газ. Есть локализация определенная, то есть если человек там живет в городе Н, конечно, ему его интересуют там конкретные… — Поставщики воды, света в городе Н. — Воды, света и так далее, да. И там наполнение этих поставщиков, конечно, разное. Зависит от чего. В каком-то городе существует какой-то интегратор, там, не знаю, система город, которая на себя… — Понятно, Роман, с этим понятно? Тогда смотрите. — Я хочу отметить, что вот вся эта история работает там, мы максимально на это внимательно смотрим, максимально стараемся повести. — Конечно, вы должны, да. — Да, но гэпы существуют, то есть может быть город, где действительно мы покрыли все, там, не знаю, значит, ТСЖ, да, все, со всеми ТСЖ у нас есть договор, но есть города, где вот нет каких-то интеграторов, и, собственно, там процент человек может не найти там конкретно. — Ну, дело наживное. — Дело наживное, да, но очень-очень сильно этим занимаемся. Это действительно фокус. — Уже две минуты осталось, и буквально коротко о планах по развитию зарплатных проектов. Что вы видите в ближайшем будущем? Вот что еще можно на этих зарплатных проектах дополнительно насытить? — И что руководство от вас хочет? — Да, да. — Ну, давайте, что хочет руководство, наверное, не очень интересно нашим, так сказать, зрителям-слушателям. Наверное, будет интересно, какие тренды происходят. Первый тренд, наверное, точно сложившийся, то, что компании сейчас уже дают возможность выбирать из нескольких банков. — Своим сотрудникам? — Своим сотрудникам, да. Уверен, что мы придем когда-нибудь в той ситуации, когда сотрудник сам будет приходить в компанию и говорить, что у меня в том банке, я хочу именно там. Пока тренд тот. Я думал, что мы придем к этому быстрее, но пока идем каким-то своим путем. А развиваться мы планируем, как я вижу, куда будет развиваться рынок. Сейчас проникновение зарплатной карты по разным оценкам, по исследованиям, порядка 80%. — То есть уже почти насыщенным. — Почти насыщенным. И вот со данных Росстата по трудовому населению порядка 72 миллиона трудового населения. 45 миллионов работает в средних крупных компаниях. 5 миллионов составляет ИПшники. И вот сейчас там есть порядка 15-20 миллионов. Это так называемый неформальный сектор. — В любом случае экстенсивный рост уже подходит к концу и вам нужно повышать доходность от существующих проектов. — Точнее, интенсивность, так сказать, развитие насыщения подходит к концу. Насыщение происходит, поэтому идет большая конкуренция, уже началась конкуренция за клиентов между банками. Ну и для клиентов я думаю, что это хороший позитивный момент, потому что при высокой конкуренции создается, ну банки предлагают все лучше и лучше условия, не только финансовые, но и по сервису и по всему остальному. То есть любая конкуренция, она повышает качество услуги. Я считаю, что это неплохо. — Да, это приятно. — Да, особенно с учетом того, что сейчас Вальпобанки замечательные, вы во многом просто передовики, если это будет еще лучше и интереснее, будет совсем круто. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Бизнес и банки». В гостях у нас был Роман Маришкин, а вели программу Василий Богданов и Екатерина Волкова. До свидания. — Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин